Божаю здоровья, шановне украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Кратко отчитываюсь о проходящей неделе. Прежде всего, хочу поблагодарить всех наших бойцов. Всех, кто чрезвычайно храбро, в самых горячих точках фронта, просто-таки сверхчеловеческими усилиями сдерживают врага. Российская армия не изменит своей тактики. Оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях, уступают в мастерстве. И поэтому враг делает такую ставку на артиллерию и тотальные обстрелы. Они пытаются разрушить всё перед собой и зайти на развалины. И я благодарен каждому и каждой, кто в таких условиях всё же сдерживает оккупантов на Донбассе, в Харьковской области, на Николаевском направлении, везде, где сейчас самое острое противостояние. За эту неделю вооружённые силы Украины и наша разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники, спасает жизнь всех нас. Жизнь украинских военных и гражданских. Конечно, я благодарю партнёров, всех, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединённых Штатов, содержащий и боеприпасы для Хаймерсов. Большое спасибо. Все они используются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем всё, чтобы получить ещё больше эффективного и современного оружия. Удалось возобновить морской экспорт украинской агропродукции. Наши порты на Чёрном море снова работают. И хотя пока очень рано давать общие оценки процесса, всё же можно сказать, что это положительно и для нашей страны, и для всех наших партнёров. Однако ключевой риск безопасности до сих пор не снят. Угроза российских провокаций и терактов остаётся. Это должны осознавать все. Но если партнёры выполнят свою часть обязательств и гарантируют безопасность поставок, это действительно решит глобальный продовольственный кризис. И не следует забывать, что восстановление нашего морского экспорта стало возможным благодаря прежде всего нашим воинам, всем, кто защищает Одесскую область и обеспечил освобождение Змеиного. Это просто герои. В течение недели значительно расширили возможности для Украины на африканском направлении. Были и новые контакты с лидерами стран и общение с журналистами. Продолжу эту работу на следующей неделе. Запланирована серия переговоров. К сожалению, есть значительное обострение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Российские террористы стали первыми в мире, кто использует для террора атомную станцию, самую большую в Европе. Будем обращать внимание мира на это и будем настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы. И несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему-то нет отчета и даже простого сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации. За эту неделю есть новые санкционные шаги от Канады и Соединенных Штатов. Важное решение приняла Швейцария по поддержке седьмого санкционного пакета ЕС. Общая тенденция усиления санкций остается неизменной и в дальнейшем будет увеличивать для государства-террориста цену за этот террор. Террор против нашего народа. «Хочу поблагодарить всех, кто развивает нашу государственную благотворительную платформу United24 и всех послов этой платформы. Андрея Шевченко, Элину Светолину, Лиева Шрайбера, группу Imagine Dragons, Демни. На этой неделе подводили итоги трех месяцев работы United24. Собрано более 6 миллиардов гривен взносов на восстановление, оборудование для больниц, на закупку автомобилей скорой помощи. Закуплены десятки скорых. Уже есть и первый вертолет, приобретенный за средства, собранное United24. Он будет использоваться для спасения раненых. Удалось привлечь помощь из более чем сотни стран. Одно из самых ответственных направлений на август и сентябрь – это реализация нашего Fast Recovery Plan. То, что необходимо сделать на освобожденной от врага территории, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону. Всего уже освобождено 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. И я благодарю всех наших партнеров, которые приобщились к соответствующим работам. В частности, на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которым помогает с восстановлением. Эстония первой в рамках Fast Recovery Plan выбрала объекты для финансирования. Работаем с дипломатами и компаниями и по всем другим областям, которые нуждаются в поддержке и восстановительных работах. Верим в наших защитников, помогаем обороне, сохраняем единство и делаем все для победы Украины. Она будет. Вечная слава нашим воинам. Слава Украине. Вечная слава нашим воинам. Слава Украине. Слава Украине. Продолжение следует...